Всем привет! На связи Борис Соколов с сайта виза.сан.ру И давайте расскажу о правилах въезда граждан России в Украину в 2019 году. Сейчас скажу, какие есть официальные правила, как обстоят дела на самом деле, но и просто о ситуации. Официальные правила гражданам России для визы в Украину виза не нужна. Для въезда в Украину виза не нужна, но обязательно нужен загранпаспорт. По российскому паспорту можно было ездить до 2015 года. Сейчас этого делать нельзя. Помимо этого, для граждан России, для мужчин от 16 до 60 лет, особенно, ну вообще официально для всех, нужно какое-то приглашение из Украины. То есть либо от работодателя, либо от физического лица, официально оформленное для въезда в Украину. Вообще, мужчин от 16 до 60 лет даже с приглашением могут не пустить. Как обстоит ситуация на самом деле на границе, сейчас тоже расскажу. Но официально можно находиться по загранпаспорту, по приглашению, без визы, в стране 90 дней в течение 180 суток. То есть 3 месяца, так же, как в принципе в странах шенгенской зоны. Больше уже нужно регистрации, другие формальности. Въезжать потом опять в страну можно опять через 90 дней. То есть 90 дней прошли в течение 180 суток, подождали 3 месяца, опять можно въезжать в страну. В принципе, такие же правила для шенгенской визы, кто знает, действует. Как на самом деле обстоятельства ситуации на границе? Вот под этим видео есть ссылочка, там вот больше, у меня на сайте больше тысячи комментариев. Люди пишут абсолютно противоположные вещи, например. Женщина пишет, да для женщины ничего не надо, все так посмотрели. Кто-то пишет, что обязательно нужно приглашение, без него разворачивали даже на транзитных поездах и не пускали в страну. Многие пишут, что решался вопрос, ну ищут пограничники, к чему придраться, решается вопрос элементарной простой взяткой. Причем суммы назывались абсолютно разные от 500 рублей. То есть какого-то однозначного ответа, как точно въехать в Украину, граждан России, нет. Но чтобы максимально обезопасить себя, вам нужно приглашение официальное, у вас должен быть загранпаспорт. Просто на контроле вы должны быть не какой-то подозрительной личностью, но и просто мужчина от 16 до 60 лет могут развернуть. Особенно если они едут одни, допустим, без семьи. Вот такая вот ситуация о правилах въезда, о пересечении границ России и Украины. Делитесь с вами комментариями под этим видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал visasam.ru. До встречи в следующих видео. Так, вот как непонятная ситуация обстоит на границе России и Украины. Также у меня сейчас ни с того ни с того села стабилизатор, и поэтому получилось видео немножко такое с дефектом. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok